Издательский Дом Союз и издательство Покидышев и Сыновья представляют Александр Бестужев-Марлинский Испытание Посвящается Ордолеону Михайловичу Андрееву Глава первая. Эпиграф В благовонном дыме трубок, Как звезда несется кубок Влажной искрой угоря, Жемчуга янтаря, В нем, играя и светлее, Дышит пламень Прометея, Как бессмертная заря. Невдалеке от Киева, В день зимнего Николы, Многие офицеры Эннского гусарского полка Праздновали на именинах у одного из любимых Аскадронных командиров своих, Князя Николая Петровича Гремина. Шумный обед уже кончился, Но шампанское не уставало литься и питься. Однако же, как невесело были гости, Как не искренне их беседа, Разговор начинал томиться, И смех, Это Клеопатрина-жемчужина, Растаял в бокалах. Запас уездных новостей истощился, Лесные мечты о будущих вакансиях к производству, Любопытные споры о построениях, Похвальба конями и даже всевозможные тосты, В изобретении коих воображений гусара, Конечно, может спорить с любым калейдоскопом, Все наскучило своей чередою. Остряки досадовали, что их не слушают, А весельчаки, что их не смешат. Язык, на который, право не знаю почему, Скорее всего, действует закон тяготения, Заметно упорствовал подниматься к небу. Восклицание и вздохи, и табачные пуфы Становились реже и реже, По мере того, как величественные зевки, Подобно электрической искре, Перелетали с уст на уста. Я мог бы при сей верной оказии, Подражая милым писателям русских новостей, Описать все подробности офицерской квартиры До синего пороха, Как будто к сдаче аренды. Но, зная, что такие микроскопические красоты Не по всем глазам, Я разрешаю вас от волнования табачного дыма, От брякания стаканов и шпор, От гомеровского описания дверей, Изстрелянных пистолетными пулями, И стены, исчерченных заветными стихами и вензелями, От висящих на стене мунштуков и ташки, От нагорелых свеч и длинной тени усов. Когда же я говорю про усы, То, разумею, под этим обыкновенные человеческие, А не китовые усы, О которых, если вам угодно знать пообстоятельнее, Вы можете прочесть славного китолова Скорзби. Впрочем, да не помыслят поклонники усов, Будто я бросаю их из неуважения. Сохрани меня в вакуум. Я сам считаю усы благороднейшим украшением Всех теплокровных и хладнокровных животных, Начиная от трехбунчужного паши до ситра. Но вспомните, что мы оставили гостей, Не простясь, а это не слишком учтиво. Без нас уже половина из них, Неподстрекаемая великим двигателем сердец банком, Склонила голову свои на край стола, Между тем, как остальные, Более крепкие или более воздержанные, Спорили еще сидя, что красивее, Троерядный или пятерядный ментик. Вдруг звон колокольчика И топот злой тройки заглушил их прение. Сани шаркнули под окном, И майор Стрелинский уже стоял перед ними. — Здравствуй, здравствуй! — летел к нему со всех сторон. — Прощайте, друзья мои! — отвечал он. — Отпуск у меня в кармане, Кони у крыльца И ретивоин на берегах Невских. Я заехал сюда на минуту. Поздравить милого именинника И выпить прощальную чашу. — Сто лет счастья! — воскликнул он, Обращаясь к князю с бокалом шампанского И дружески сжимая его руку. — Сто лет! — Милости просим на погребение, — Отвечал усмехаясь Гремин. — И я уверен, что ты заключишь Старинную дружбу нашу По хвальным словам над моею могилою. — По хвальным словам? Нет, это слишком обыкновенно. Да и зачем хвалить того, Кого не за что брони? Впрочем, как не упорен язык мой На панигирике, Твое желание одушевляет меня Казарменным красноречием. Не хочу, однако же, Проникать в будущее. Нет, я произнесу только Надгробное слово Этим живым и чуть живым покойникам За столом и под столом уснувшим. Начинаю с тебя, Милый корнет посвистов, Ибо в царстве мертвых И последние могут быть первыми. Да покоится твое романтическое воображение, Которое, будучи орошено ромом, Пылало, как плум-пудинг. Тебе недоставало только рифм, Чтобы сделаться поэтом, Которого бы никто не понял, И грамматики, Чтоб быть прозаиком, Которого бы никто не читал. Сам Зевеснис послал на тебя сон В отраду ушей всех ближних. Мира тебе, Храбрый ротмистр Альстрейдин, Ты никогда не опаздывал На звон сабели стаканов. Ты, который так затягиваешься, Что не можешь сесть, И, натянувшись, не в силах встать, Да покоится же твое туловище, Покуда звук трубы Не призовет тебя к страшному расчету. Справа потри, И потри направо кругом. Миры твои, мусам, Наш доморощенный жуминий, У которого армии летали, Как журавли и крепости лопали, Как бутылки с кислыми щами. Системы не спасли Твою операционную линию. Ты пал. Ты страшно пал, Как Люцифер или Наполеон С верного конца В преисподнюю подстолье. Долгий покой тебе, Кларнетист бемольной памяти Бринчинский, Который даже собаку свою Выучил лаять по нотам. Одно лишь крещендо со звездочкой Не извергло тебя, Как порванную волынку. Бывало, ты одним духом отдувал Любой акт из фрейшица. А теперь одно лишь крещендо Со звездочкой не извергло тебя, Как прорванную волынку. И тебе, лорд Байрон Мазурки, Стрепетов, круживший головы дам, Неутомимостью ног своих в вальсе, Так что ни одна не покидала тебя Бессердечного биения от усталости. Ты вечно был в разладе с музыкою, Зато вечно доволен сам собою. Мир сердцу твоему, Чистолюбец Пятачков, Хотя ты и во сне хочешь Перехрапеть своих товарищей. И тебе, друг Сусликов, Что глядишь на меня, Будто собираешься рассуждать. И, наконец, все вы, О которых так же трудно Что-нибудь сказать, Как вам что-нибудь выдумать, Покойтесь на лаврах своих До радостного утра. Да будет крепок ваш сон И легко пробуждение. Аминь, — сказал Гремин, Смеючись. Тебе, однако, Мне нужно дать тебе поручение В Петербург. Немного поважнее покупки Ветишкетов и помады. Через четверть часа Колокольчик будет уже звенеть В ушах твоих Вместо голоса друга. Они вышли в другую комнату. «Послушай, Валерьян, — Сказал ему Гремин, — Ты, я думаю, Помнишь ту черноглазую даму С золотыми колосьями на голове, Которая свела с ума Всю молодежь на бале У французского посланника Три года тому назад, Когда мы оба служили Еще в гвардии. «Я скорее забуду, С которой стороны Садится на лошадь!» Вспыхнув, отвечал Стрелинский. «Она целые две ночи Снилась мне, И я в честь ее проиграл Кучу денег на трифовой даме, Которая сроду мне не рутировала. Однако ж страсть моя, Как прилично благородному гусару, Выкипела в неделю. И с тех пор... Но далее. Ты был влюблен в нее? Был и есмь. Подвиги мои наяву Простирались далее Твоих сновидений. Мне отвечали взаимностью, Меня ввели в дом ее мужа. Так она замужем? По несчастью, да. Расчетливость родных Приковала ее к живому трупу, К ветхому надгробию Человеческого и графского достоинства. Надо было покориться судьбе И питаться искрами взглядов И дымом надежды. Но между тем, как мы вздыхали, Семидесятилетний супруг Кашлял да кашлял. И, наконец, врачи Присоветовали ему ехать за границу, Надеясь, вероятно, Минеральными водами Выцедить из его кошелька Побольше золота. Да здравствуют воды! Я готов почти помириться За это с водой, Хотя календарский знак Водолея на столе Вечно кидает меня в лихорадку. Поздравляю, поздравляю, Моншер Николяа! Разумеется, дела твои Пошли как нельзя лучше. Вложи в ножны свои поздравления. Старик взял ее с собою. С собой? Ох, он чудо-юдо! Таскать по кислым ключам Молодую жену, Чтобы золотить ему пилюли, Вместо того, Чтобы, оставя ее в столице, Украсить свое родословное дерево Золотыми яблоками. Это умертвительное Неумение жить на свете. Скажи лучше упрямство Умереть, кстати. Он воображал, Постепенно разрушаясь, Что обновит себя переменой умест. При разлуке мы были неутешны И поменялись, как водится, Кольцами и обетами Неизменной верности. С первой станции Она писала ко мне дважды. С третьего ночлега Еще одно письмо. С границы поручила Одному встречному знакомцу Мне кланяться. И с тех пор Ни от ней, ни об ней Никакого известия. Словно в воду кануло. Уже лишь ты не писал к ней? Любовь без глупостей На письме и на деле Все равно, что развод без музыки. Бумага все терпит. Да я-то не терплю бумаги. Притом, куда бы мне адресовать Свои бронскугельные послания. Ветер — плохой проводник Для нежности, А животный магнетизм Не открыл мне место Ее процветания. Потом иные заботы По службе и своим делам Не давали мне досугу Заняться сердцем. Признаюсь тебе, Я уж стал было Позабывать мою прекрасную Алину. Время залечивает Даже ядовитые раны ненависть. Мудрено лишь ему Выдымить фосфорное пламя любви. Но вчерашняя почта Освежила вдруг Мою страсть и надежды. Репетилов В числе столичных новостей Пишет мне, Что Алина возвратилась Из-за границы В Петербург. Мила, как сердце, И умна, как свет. Что она сверкает Звездой на модном горизонте, Что уже дамы, Несмотря на соперничество, Переняли у ней Какой-то чудесный Манер ридикюля, А мужчины выучились Пришепетывать страх, Как приятно. Одним словом, Что, начиная От нижнего этажа Модных магазинов До ветреного чердака Стихокропателей, Она привела у них В движение Все иглы, Языки и перья. Тем хуже для тебя, Любезный Николай. Память прежней Привязанности Никогда не бывала В числе карманных Добродетелей У баловниц Большого Света. В этом-то все И дело любезнейшее. Отлучка полкового Командира Привязала меня К службе. А между тем, Как я здесь Сижу сиднем, Она, может, Изменяет мне. Сомнения для меня Тяжели Самой неблагоприятной Известности, Хуже Висельной Отсрочки. Послушай, Валериан, Я тебя знаю давно И люблю Так же давно, Как знаю. Коротко и просто. Испытай верность Алины. Ты молод и богат, Ты мил и ловок, Одним словом, Никто лучше тебя Не умеет Проиграть деньги По расчету И выиграть сердце Безумную пылкостью. Дай слово И с Богом. Возьми назад свое И убирайся к черту. Подумал ли ты, Что этим неуместным Любопытством Ты ставишь Село К другу И подруге С опасностью Потерять обоих. Ты знаешь, Для меня довольно Аршина ленты Пары золотых серег, Чтоб влюбиться По уши. И поручаешь Исследовать Прекрасную женщину, Как будто бы она была Соленой обломок Лотовой жены, А я профессор Стокгольмского университета. Поэтому самому, Милый Валериан, Я больше полагаюсь На твою Возгораемость И сгораемость, Чем на Хладнокровие Другого. Три дня Ты будешь От ней без ума, А через три дня Или она Останет От тебя Без памяти, Или своей верностью Приведет тебя Самого В память. В первом случае Я раскланяюсь Своими надеждами Не без сожаления, Но без гнева. Ведь ни один Я бывал В сладком заблуждении, Ни один Останусь В любезных дураках. Но в другом Тем сладочнее, Тем вернее Будет обладание Любимым сердцем. Мила Неопытная Любовь, Валериан, Но любовь Испытанная Бесценна. Видно, Нет на свете Такой глупости, Которую умные люди Не осветили Своим примером. Любовь Есть дар, А не долг. И тот, Кто испытывает ее, Ее не стоит. Ради Бога, Николай, Не делай дружбы Моей оселком. Я именем дружбы Нашей прошу тебя Исполнить эту просьбу. Если Алина Предпочтет тебя, Очень рад за тебя. А за себя вдвое. Но если ж она Непоколебимо Ко мне привязана, Я уверен, Что ты, Полюбив ее, Не разлюбишь друга. Можешь ли ты В этом сомневаться, Но подумай. Все обдумано И передумано. Я неотменно Хочу этого. А ты, Несомненно, Это можешь. В подобных делах Друг твой Настоящий Новгородец. Прям и упрям. Да или нет, Стрелинский? Да. Слово это Очень коротко, Но мне Так же трудно Было выпустить Его из сердца, Как последние Рубли с кармана В полудороге. Впрочем, Я утешаю себя тем, Что ты и я, Как очень легко Статься может, Опоздали и найдем Одуванчик Вместо цветка. Тут еще есть Бездельные обстоятельства. Уверен ли ты, Что супруг ее Убрался в Елисейские? Ничего не знаю. Репетилов Не полслова об этом. Однако ж, Хотя бы жизнь Его была застрахована Самим Арентом, Природа должна взять свое, И последний песок Его часов Не замедлит высыпаться. Браво, браво, Мыль наскар. Это несравненно, Это неподражаемо. Мы запродали шубу, Не спросясь медведя. Опыт наш Начинает привлекать меня. За него надо взяться Из одной чудесности. Я твой. Постой, постой, Ветреник. Ты еще не спросил у меня Фамилии нашей героини. Графиня Алина Александровна Звездич. Помни же. А если забуду, То, наверное, По рассказам твоим Могу о ней осведомиться В первом журнале Или в первой модной лавке. Что еще? Ничего, Кроме моего почтения Твоей тетушки и сестрицы. Она, говорят, Вышла из монастыря. И мила, Как ангел, Пишут мне родственники. Друзья Расстались. Между тем гостей Развели и развезли. Все утихло, И тем грустнее Стало Гремену Одиночество После шумного праздника. Платон уверял, Что человек Есть двуногое Животное Без перьев. Другие физиологи Отличали его тем, Что он может Пить и любить, Когда вздумается. Но ощипанный Петух Мог ли бы Стать человеком? Или человек В перьях Перестал ли бы Быть им? Конечно, Нет. Получил ли бы Медведь Патент На человеческое Достоинство За то, Что любит Напиваться Во всякое время? Конечно, Нет. В наш дымный век Я определил бы Человека Гораздо Отличительнее, Сказав, Что он Есть Животное Курящее Анималь Фуменс. И в самом деле Кто нынче Не курит? Где Не процветает Табачная Торговля, Начиная От мыса Доброй надежды До залива Отчаяния, От китайской Стены До нового Моста В Париже И от моего До чукотского Носа? Пустясь В определение Я не остановлюсь На одном. У меня Страсть К философии Как у Санчо Панца К пословицам. Мыслю Следственно Существую, Сказал Декарт. Курю Следственно Думаю, Говорю я. Гремен Курил И думал. Мысли Его Невольно Кружились Над камнем Преткновения Для рода Человеческого, Над супружеством. Есть возраст, В который Какая-то Усталость Овладевает Душою. Волокитства Наскучивают, Кочевая Бездомная Жизнь Становится Тишка, Пустые Знакомства Несносны, Взор Ищет Отдохновение, А сердце Подруги. И как Сладостно Оно Бьется, Когда мечтает, Что Ее Нашло. Воображение Рисует Новые Картины Семейственного Счастья. Тени Скрадены, Шероховатости Скрыты. Это Счастье Необозримое. Мечты Это Животные Растения, Взбегающие В сердце И цветущие В голове, Летали Вместе С дымом Около Гремина, И как Он Велись, Разнообразились И исчезали. За ними И холодное Сомнение, За ними И желчная Ревность Проникли В душу. Доверить Испытание Двадцатилетней Светской Женщине Пылкому Другу, Думал Он Нахмурость, Есть Великая Неосторожность, Самая Странная Самонадеянность, Высочайшее Безумие. Какой Я глупец! Вскричал Он, Вскочив С кушетки Так громко, Что легавая Собака Его залаяла С просонков. Эй, Пошлите Ко мне Писаря Васильева! Писарь Васильев Явился. Приготовь Просьбу В отпуск. Слушаю, Ваше Высок Благородие, Отвечал Писарь И уже Отставил Было Ногу, Чтоб Поворотиться Налево Кругом, Когда Весьма Естественный Вопрос Для Кого? Перевернул Его Обратно. На Чье Имя Прикажете Писать, Ваше Высок Благородие? Разумеется, На мое. Что ж ты Вытрущил Глаза, Как мерзлая Щука? Напиши В просьбе Самые Уважительные Пункты. Раздел Наследства Или смерть Какого-нибудь Родственника, Хоть свадьбу, Хоть еще Что-нибудь Глупее Этого. Мне Непременно Надо быть В Петербурге. Командование Полком Можно сдать Старшему По мне. Скажи Ординарцу, Чтоб был Готов Везти Пакеты В штаб Квартиру, А сам Чуть Свет Принеси Ко мне Для подписки. Ступай. Кто Разгадает Сердце Человеческое? Кто Изучит Его Воздушные Перемены? Гремен, Тот Самый Гремен, Который За час Перед Этим Был бы Огорчен Как нельзя Более Отказом Стрелинского На чудный Не в отчаянии От того, Что друг Согласился На его Просьбу. Придавая Возможность И существенность Воздушным Своим Замкам, Он как будто Забыл, Что есть На свете Другие Люди, Кроме Их Троих, И что Судьба Очень Мало Заботится, Согласны Ли Ее Приговоры С нашими Замыслами. Стрелинский Проведет Недели Две В Москве, Думал он, И я Скорее Его Прикачу В Петербург. Статься Может, Я уж Встречу Его Счастливцем И свадебный Билет Разрешить Друга От Излишней Обязанности. Как Мила, Как Богата Графиня. В этих Утешительных Мыслях Заснул Наш Подполковник И Зимнее Солнце Осветило Ординарца Его Уже На пол Дороги К Бригадному Командиру С Просьбой Об Увольнении Продолжение следует... Продолжение следует...